Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы говорим о всём, что связано с отдыхом, путешествиями и рыбалкой. Сегодня у нас очень интересная тема, на что лучше ловится мирная рыба. Поэтому если вы новичок или опытный рыболов, садитесь поудобнее, это будет интересно. Кукуруза является хорошей насадкой для мирной рыбы. Довольно часто и с хорошими результатами рыболовы используют кукурузу на платных водоёмах, где есть неплохой шанс поймать сазана или карпа хорошего размера. Для использования в качестве насадки подойдёт початок варёной кукурузы или консервированная, которая продаётся в продуктовых магазинах. Зёрна стоит выбирать наиболее крепкие, чтобы хорошо держались на крючке. Также в рыболовных магазинах продаётся специально для рыбалки кукуруза. Это уже отборная и ароматизированная, такая кукуруза бывает различных цветов, красная, зелёная, оранжевая. Перловая каша. На эту насадку довольно неплохо идёт карасик и платвичка, как правило, летом, когда больше ни на что не хочет брать. Хорошо клюют на перловку карпы с лещами. Большинство рыболовов используют данную насадку как прикормку, а некоторые как один из ингредиентов прикормки. Перед тем, как варить перловую крупу, её надо сначала оставить в воде на пару часиков. Потом можно высыпать её в слегка подсоленную воду и варить в течение получаса. Пропорции воды и перловки должны быть один к трем, где один – это перловка, а три – это вода. Приготовленную кашу можно добавить ароматного, которое нерафинировано, масло семян подсолнечника, для запаха и лучшего клёва. Тесто лучше всего насаживать на крючок в виде небольших катышков. Из муки пшеницы замешивается тесто и месяц до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам, добавляя ещё муки, если это необходимо. Для того, чтобы накаты из теста не слетали с крючка, можно в тесто замешать немного ваты. А чтобы тесто было ароматное, нужно капнуть в него несколько капель масла конопли, аниса или добавить немного сушёного чеснока. Горох является хорошей насадкой, если его хорошо сварить. Перед тем, как варить горох, его кастрюлю заливают водой и держат в течение 6-8 часов. Варить горох нужно в марле на слабом огне в течение 20-30 минут. Марля нужна для того, чтобы горох не получился в виде каши, можно и без марли, но при этом горох нельзя мешать, иначе получится каша. Картофель – это уже давно проверенная насадка для карпа и сазана, карася, линя и леща. Как правило, готовят его в немного солёной воде и, как говорят, в мундире. В итоге картошку нужно немного недоварить. Потом очищают и разряжают на кубики размером 1 на 1 сантиметр, а потом уже насаживают на крючок. Хлеб. Для ловли рыбы больше подходит чёрный хлеб, чем белый, так как обладает большим естественным запахом. Хлебный мякиш катают в небольшие шарики и одевают эти шарики на жало крючка. Ещё в хлеб для запаха можно добавлять ароматизаторы, масло семян подсолнечника, масло аниса или чеснок. Манная болтушка. Эта насадка прекрасно показала себя в ловле рыб таких, как платва, карась, густера и подлещик. Для приготовления манной болтушки потребуется лишь вода и манка. Берётся вода и манка в соотношении 1 к 1, например, рюмку манки и рюмку воды и размешивается. Затем примерно через час опять перемешиваем для предотвращения комков и готово. Заправлять готовую массу лучше в медицинский шприц. Лучше насаживать, обматывая ею крючок. Теперь вы знаете, что эффективность рыбалки не всегда зависит от того, используете ли вы живую насадку или искусственную. Растительные насадки не только эффективны, но и более экологичны, а ещё их можно с лёгкостью приготовить прямо на берегу из подручных материалов. Если этот ролик оказался для вас полезным, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. И конечно, если у вас есть свои уникальные рецепты или советы по приготовлению растительных насадок, будем рады увидеть их в комментариях. Всем спасибо за просмотр, желаем вам крепкого здоровья и невероятных успехов на рыбалке. До следующих видео, пока!